Продолжение следует... 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 Здесь можно постоять так, что прав потом не найдешь. Ну поэтому я и говорю, что надо позвонить. Ну и где мы здесь куда? Вот где я стою, вы смотрите, там вы подъедете, нас забирают. Сейчас мы едем прямо, покажем. То есть вот здесь выход, здесь все будут уходить, здесь мы садимся и уезжаем. Да, мы туда подъехали, то есть вам разрешали, подъезжаете, нас забираете. А пока едем прямо в конец очереди. А у женики вон туда и мы понадобили ночь парочку. А вот автобус открыта. Запросто. Может, мы так встали, но вот стоят и везем. Сейчас мы выйдем, да, зафиксируем, что встали в очереди, повезем им маринок, да? Я понимаю, что они там просто загон еще не открыли. Сейчас придет полиция и всех людей будут туда пропускать к 7 часам. Мне так кажется. Потому что нереально. Матер, что и очередь еще один. Да. А и чуть 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 чуть. А давайте пооткрывать. О, верьте, я прошу. Я пошу. О, верьте. Маш, я пошу, он там не найдет. Треть, а вот так ли, да? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А забирать всех в одном месте? Да, забирать в одном месте, где я вам показывала Когда мы ехали, там автобус стоял на выходе у самого храма Это было здесь А есть кто-нибудь хлебушек или еще что-нибудь? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Куда вы сворачиваете? Куда вы сворачиваете? Куда вы сворачиваете? 100 килограмм куда встать? Совсем на столах Почти на манш aí Попробуем В preachers Влезда Куда вы сворачиваете? Я бы не спрятал Угорь Теперь мне есть И я не дал Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Мы решаем вопрос, в каком направлении сейчас двигаться, а не в спокойном ожидании. Вот такое вот спокойное, благодатное состояние, настроение. И мы, надо сказать пока, что вот у нас ровно все идет. Я, во-первых, первый раз в Москве на Красной площади. И первый раз прикоснулся к таким мощным светилам. И почувствовал какое-то внутреннее спокойствие, расслабление. Понял, что не зря приехал. Очень все хорошо. А мне кажется, я кто? Я кто? Наш член, наш помощник. Я и волонтер, и помощник, и мама. И ведет творческую мастерскую. Вон она, да, да. Впечатление? А я могу сюда поехать. Почему я захотела, естественно, поехать? Потому что такая святыня не каждый день приложится к такой ценности. В Италию мы, естественно, не поедем. Это для нас невозможно. А приехать в такой храм чудесный, такой красивый, очень. Я первый раз в этом храме. Впечатление такое, волнение какой-то, вот прилив какой-то. Столько людей хотят приложиться к этой святыне. Ну, не знаю. Хорошо. Все хорошо. Что я могу сказать? Все очень замечательно. Быстро прошли к Николаю Чудотворцу. И очень хорошая поездка. Все очень хорошо. Честно с вами, что я буду здесь? Ну, что я буду здесь сказать? Так что можно... Я могу здесь уехать. Уже. Хорошо, приятно. И сейчас быть здесь оказаться. Встретить там друзей. А больше мы когда-нибудь говорим, без здоровья, не хочу чихать. Пью! 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 Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, мы посвятили Матронушку, Матрону Блаженную Все очень хотели, ждали этого момента К сожалению, на территории монастыря нельзя не фотографировать, не вести съемку Но тем не менее, группа эверестовцев вместе с волонтерами осуществила свое поломничество Блаженной Матроне Все довольно счастливы И мы продвигаемся своим ходом, пешим ходом И несмотря на то, что трудновато передвигаться нашим ребятам Тем не менее, они счастливы, что свою мечту все-таки осуществили Знаете, к Матронушке я приезжаю очень часто, привожу людей И вот сегодня, привозя ребят из эверест, я поняла, что Матронушка ждала, она была очень рада Я говорю это о Матроне как о живой Действительно, как о живой, святые они живые, мы с ними общаемся И это почувствовала не только я, почувствовали наши ребята эверестовцы и сопровождающие Что действительно она нас ждала Она нас приняла, мы легко, быстро прошли и получили ту благодать, которую действительно хотели и желали Она строится на том месте, которое мы с вами видим Это трапезная сейчас называется Именно по названию трапезного зала мы с вами посетим Его вы увидите и поймете, как это все выглядит И строят они храмы Анапретеч, обратный храм в стиле русского порока Отличительные характеристики этого стиля Это яркость красок, вы видите, угольнички, такая геометрическая роспись Обязательно колонны, виноградная лоза Взрывы Отличительными Инстаградная лоза Взрывы 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 Продолжение следует... 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 начало строительство Дианом Грозным в честь взятия Казани и он там фас построить точную копию с верхнего забора в Кремле. Точная копия наносилась в Средейку, купола на 2 метровую кучу, потому что когда была расколокольня, то нужно было соблюсти вот эти гармоничные пропорции высотности зданий. Ну и, естественно, по богам тоже несколько преобразован храм. Видите, какие вот очертания входа, это были арки, и храм был. Сюда была собранница Гудуновых, на самом деле, на этом посвященном храме. Идея. 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 наша стресса защищает, защищает, оберегает малую всю самому эту погоду. Так вот во время поляской литовской осады здесь находилась дочь Бориса Гудунова Ксения, которой удалось чудным мокров tú избежать от бояр, которые хотели услужить Дмитрия второму. И предложили убить Гудунова и его семью. То есть они убивают жену и сына, Ксению дают забежать, она находится здесь в лавре, спасается, а все семьи испанят в Подмосковье на кладбище, которое было предназначено для самоубийств и хоронят в общем не самым благочестивым образом. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Немцы были остановлены где-то в 50 километрах от поселения Дмитров. Во время, в советский период, с 1919 века, лавра закрывается в 19-м году, вернее, по 1946 год, естественно, мощи были разорены, просто выставлены на показ. Сейчас Успенский храм, это было хранилище для картошки, здесь вообще был клуб для основных коммунистов, вообще самый разрушенный храм, отсюда был трапезный. Ну, а так как Тройский храм превратили в музей атеизма, несмотря на то, что это было все кощерственным, тем не менее, благодаря этим фактам лавра была сохранена, все здания были сохранены как культурное наследие-достояние, и поэтому мы сейчас с вами можем это видеть, наблюдать, скажем, наслаждаться вот этой красотой многовековой. Мощи преподобного Сергия были выставлены на показ для того, чтобы посмеяться, но верующие православные, тем не менее, приходили, имели доступ, они могли поклониться со скорбью в сердце, но тем не менее, именно тот факт, что мощи преподобного Сергия Радимовичского ни во время польско-литовской осады, ни в войне с французами, в Великой Отечественной войне и в Советском Союзе отсюда не были эвакуированы, даже как неизвимый молитвенный с вами преподобный Сергий хранил эту обитель, то, естественно, присутствует Богородица. Давайте мы прожим с вами в трапезный храм. Субтитры создавал DimaTorzok И после того, когда все почастились, продолжался трапезный продолжение служения медики, и эту трапезный продолжал уже царь, как помазанник Божий. И даже такой традицией, как надо, когда вам винулась чаша маном, когда вам винулась чаша вино, как помазанника Божьего. Мы здесь на семье, там франк, это уделка Божий, а здесь уже, наверное, есть некая большая царя. И, соответственно, это глава в этом роде наоборот. Это не программа. Еще здесь больше с собой. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Пропитка такая глубокая пропитка, которая сохранила плитку и цвет, несмотря на казармы. Добавил субтитры создавал DimaTorzok И так вы видите иконостас конца 17 века. То есть это те же мастер-оружейные палаты, которые изготовили иконостас в Узберском соборе. Но этот иконостас не родной, и родной был уничтожен. Как и много в этом рамках. И этот иконостас пришел из программа, который в Москве был в Зору и расширен. И назывался Никола Большой Кирс. Почему Никола Большой Кирс? Он был из Пинска. Но в следующем году включая Иконостаса, что как-то классический вариант иконостаса, то все праздники здесь указаны. В разных грамках, в зависимости от размера иконостаса, будут представлены в Кирсич. Следующий диз, где он был в силу. И с вами мы видим площадку святых Максим Креп и Антоний Радовичский. А потом на Максим Креп и его приказы к святому отец самого возраста Василия III. Для того, чтобы, когда он обнаружил, что некоторые священописания не пущут. Он решил отправлять в Москве и в Москве и в Москве исторические факты, которые на сегодняшний день являются задними виситокских святой. Это Паковский у нас красивый. И женщина на европейское правление. Кстати, на руках лежала на то, что это династия роман. Услышно. Это династия роман. И так же 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 династия роман. Зазумаем втянуть. Я не знаю, куда идти. Я вижу, что это чуть-чуть. Я не знаю, куда идти. 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 Мы обязательно едем и преклоняемся перед теми святыми мощами, перед теми святыми местами нашей необъятной России. И вот тем, кто, будучи, собирается в поездку, пусть даже не задумываясь, едет с легкостью, сердцем, добром и желанием. Вот такое у меня пожелание. От поездки, да, мы получаем легкость, наслаждение. Мне кажется, даже внутренний мир внутри тебя как бы немножко меняется. Ты становишься как бы добрее по отношению к людям, ко всем окружающим, что еще сказать можно. Вот, поэтому, я думаю, нам хороший заряд мы получили сегодня, и будучи в Москве, в Храме Христа Спасителя, и вот сегодня в этой Троицко-Сергиевской лавре. Сегодня мы преклонились, конечно, ко многим таким святыням нашей России и очень этому рады. Ну, на этом наш, конечно, паломнический тур не заканчивается. Да, мне довелось организовать две поездки. Мы приехали к мощам святителя Николая в мае и в июне. Во вторую поездку нам удалось с собой взять ребят из общественной организации Эверест. То есть паломнический центр Калачевской епархии оказал содействие при организации этой поездки тем, кто не может самостоятельно сделать этот квест. Нужно сказать, что, безусловно, паломничество к святыне, к мощам, и тем более, можно посчитать, что мы почти что побывали в Италии, оно сопровождается многими искушениями. Но, тем не менее, паломники все-таки это выдерживали, выдержали. И наши ребята из организации общественной тоже это выдержали. И им помогли, безусловно, волонтеры. Дело в том, что в этом году общественная организация выиграла проект муниципальный по обучению волонтеров. Волонтеры были обучены работать с инвалидами, и вот это был первый выезд в так называемой практике. То есть мы совместили паломнице с практикой для волонтеров. Это действительно большое дело, мы надеемся, что это будет продолжено. Ну, а паломнический центр Калачевской епархии будет содействовать всячески этому делу. Дело в том, что есть ребята, особенно колясочники, те, которые не могут передвигаться самостоятельно. Для них практически закрыты многие поездки и многие выходы, ну, просто говоря, из квартиры. И вот этот проект уцелен на то, чтобы помочь этим ребятам раскрыть, расширить эти границы. И мы очень рады, что волонтеры нам в этом помогают. Мы рады, что Калачевская епархия поддерживает, что паломнический центр содействует. И хотелось бы выразить еще огромную благодарность туристическим агентствам, которые, конечно же, работают в своем режиме. Но когда было объявлено, что приезжают мощи святителя Николая Чудотворца, то мы сработали очень хорошо, мы организовали совместные группы. Это Экспурс Тур, Эс Тур и Спутник. И, скажем так, люди объединились в одно паломничество. Сначала, может быть, в середине поездки, способствует тому, чтобы вышло все то, что накопилось, плохое, нехорошее, какие-то наши грехи нераскаянные, неисправленные. Но, в конце концов, та святыня, за которой мы едем, она побеждает. Она всегда побеждает и дает радость, благодать, хорошее настроение всем участникам паломнической поездки. Безусловно. Вера в Господа, вера в то, что это нужно. У нас в этой группе был человечек, даже, скажем, не один, то есть он еще не получил инвалидность, но с достаточно тяжелым заболеванием. И колебался, человек колебался, поехать, не поехать, выдержит, не выдержит. И, тем не менее, решился, выдержал. И, надо сказать, получил действительно и радость, и благодать, и, наверное, крепость, и стойкость в дальнейшем претерпевании той болезни, которая ему выпала. Продолжение следует...